Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксёнов, и сегодня я хочу рассказать вам сразу о двух играх. Почему так? Да потому что они неразрывно связаны друг с другом и являются взаимодополняющими. Речь пойдёт о приключенческом шутере под названием «Дорога через Зомбиленд» и боевой ареной, сделанной на основе первой игры. Начну обзор с основной игры. Сюжет игры «Дорога через Зомбиленд» достаточно типичен. Произошёл зомби-апокалипсис, и вам, как одному из уцелевших, нужно добраться до города резервации. Дорога будет достаточно длинная и будет состоять из 10 миссий. Вам предстоит отбиваться от толп зомби, искать оружие и даже ездить на автомобилях. В самом начале игры единственным вашим оружием будет бейсбольная бита, забитыми в неё гвоздями. Позже, изучая локации, вы сможете найти пистолет, затем автомат и даже ружьё. Но нужно помнить, что количество патрон ограничено, и нужно использовать их с умом, иначе вы рискуете погибнуть. Ну и, конечно, стараться находить боезапасы на локациях. Естественно, в игре присутствует несколько видов зомби. Поначалу это будут обычные зомби, они очень медлительные, и расправляться с ними вы сможете без всяких проблем. После вам будут попадаться зомби-военные и огромные мутировавшие мертвецы. С ними вот придётся попотеть. Я говорил, что в этой игре имеется возможность ездить на автомобилях. Так вот, ездить вы сможете только на определённых авто, которые отмечены мигающим кругом. Чтобы сесть в него, нужно подойти и нажать на появившуюся кнопку со знаком двери. Управляется автомобиль достаточно хорошо. Находясь в нём, вы сможете давить всех зомбарей и при этом находиться в относительной безопасности. Но, к сожалению, рано или поздно придётся выйти из автомобиля по причине того, что дорога будет перекрыта или завалена, и автомобиль чисто физически не сможет проехать дальше. Иногда на вашем пути будут возникать ворота, открыть которые вы сможете либо активировав специальный рычаг, либо найдя ключ. В плане графики игра выглядит средне, нет теней и модели зомби выглядят простовато. Но сам геймплей лично мне понравился. Игра затягивает своей конечной целью, и поэтому хочется непременно добраться до города и узнать, есть там выжившие или же все уже также были поражены зомбовирусом. Также плюсами игры является её бесплатность и полное отсутствие доната. Теперь давайте поговорим о второй игре, которая называется Зомби Ленд Арена. Как я уже говорил, эта игра основана на первой, но преследует немного другие цели. Это также шутер, но цель игры более аркадная и зависит от выбранного вами режима. В игре присутствуют два режима, это выживание и защита. В режиме выживания ваша задача продержаться от атак зомби как можно дольше. Начнёте вы также с бейсбольной битой в руках, а потом периодически с неба будут падать ящики с оружием и медикаментами, которые помогут вам в вашем нелёгком деле. В режиме защиты вашей задачей становится оборона убежища. Вам нужно также отбиваться от зомби, цель которых теперь разрушить ворота и добраться до уцелевших людей, чтобы вдоволь насытиться их мозгами. Оружие и медикаменты также будут падать с неба. Вам всего лишь нужно подбирать ящики. Но естественно в обоих режимах с каждой волной напор зомби будет становиться всё мощнее и мощнее, поэтому рано или поздно вы будете повержены. Данную игру нужно рассматривать как таймкиллер, в который вы сможете поиграть тогда, когда вам станет скучно. Ну а соревновательный элемент, кто дольше продержится, никто не отменял, и вы сможете сравнивать свои результаты с результатами своих друзей и других игроков. На этом всё. Благодарю всех за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!